Приветствую вас, а мне бы хотел сказать, что вот вопрос о том, почему ваш парень ведет себя таким немного странным, двойственным образом лежит в области предположения. То есть у него, мы не знаем этого человека, мы не знаем какие у него особенности, какой у него характер, какие у него условия жизни и так далее. К сожалению, вот этого всего мы не знаем. Но важно даже не столько то, что у него двойственное поведение, сколько то, насколько это неприятно и не нравится, насколько это негативно сказывается, например, на вас. Понимаете? То есть если вам подобные условия не нравятся, а вам они, судя по всему, не нравятся, то логично будет предположить, что вы, ну, как-то своему молодому человеку скажете о том, что вот, мол, не понимаете причин, по которым он так себя ведет. И послушайте внимательно, что он вам скажет в ответ на вот вашу такую фразу. То есть нужно для начала узнать у него, чем вызвано его такое поведение. А потом еще делать выводы относительно того, насколько это правда или нет. Объективно, вот, как бы здесь можно только предполагать, чем могут вызваны быть подобные изменения в поведении. Так вот, объективно это может быть связано с несколькими вещами и первое из них это изменение эмоционального сона, изменение эмоционального состояния вашего молодого человека. То есть вот один день он нежен, другой день нет. Значит на него что-то так влияет. Вопрос в том, что именно на него так влияет. То есть если это у него, как бы это сказать, циклично, то естественно, что вы, ну, боитесь, что это будет как-то и на вас негативно влиять. И это вполне, кстати говоря, закономерное опасение, что на вас это тоже будет оказывать определенное влияние. И вы этого не хотите. То есть, в принципе, ваши опасения совершенно нормальны. Давайте вот, может быть, не будем спешить, например, с переездом. А подумаем, попробуем получше узнать вашего мужчину, попробуем получше понять, что это за человек, какие у него там желания, какие у него стремления, какие у него особенности, в конце концов, характера и так далее. Потому что вполне вероятно, что вы, живя в разных городах, просто-напросто не до конца его знаете. И вы можете оказаться в такой не очень хорошей ситуации, когда начав жить с молодым человеком, из-за того, что вы не очень хорошо его знаете, А перед вами вполне могут всплыть некоторые особенности его, которые будут причинять вам, ну, скажем так, дискомфорт, и который вам уже будет гораздо сложнее изменить. Ну, например, вы пишите, что на выходные видите друг друга, ездим друг к другу, на выходные вы ездите друг к другу. Но выходных мало, чтобы узнать человека поближе. Тормально, прежде чем он заглажаться на совместное проживание, попробуйте пошить с ним просто какое-то время, скажем, два или там, три дня, не выходные. Например, чтобы вы лучше все-таки понимали, кто он и что. Вполне возможно, что на него так-то так влияют, кстати говоря, друзья, которые могут, вот он погуляет с ними, например, И они его так вот, на него так повлияют, что он после этого считает, например, что говорить вам какие-то нежные нежности, это вообще говоря, слабость, и мужчины недостойны, например. Ну, если он так будет думать, то, если он так будет делать с вами уже, то, естественно, это отразится и на вас, не может не отразиться. Но этот момент вы не исправите, естественно, потому что, ну, понятно, что он так и продолжит гулять с друзьями. И вам этого не изменить, да и вы, наверное, не имеете возможности тут что-либо менять. Не нужно это менять. У человека либо есть определенное понимание каких-то вещей, каких-то ситуаций, либо нет. Но вот этот момент вам нужно прояснить. Быть может, на него влияет как-то его деятельность или что-то еще. Но пока вы этого не узнаете, пока вы не будете сами знать, мы можем лишь только предполагать. У нас нет этого человека перед глазами, мы его не знаем, мы его никогда не видели. И выстраивать предположения о том, о ком вы даже ничего подробно не описали, достаточно сложно. А пусть каждый в какие-то, знаете, предположения, так предположения у каждого свои могут быть. Кто-то, например, скажет, что все дело в семье. Ну, вот, знаете, в его семье, например, кто-то скажет, что дело в его окружении, в его друзьях. Кто-то и еще что-то скажет. На самом деле, это все не важно. Важно то, как вы к этому относитесь и как вы подобные вещи, факты воспринимаете. Потому что никто не мешает вам высказывать недовольство относительно данной ситуации. Именно недовольство. И задавать визольный вопрос. Так что, получается, один день ты меня любишь, а другой день нет? Как-то это странно. И вы будете здесь правы. Поэтому, в первую очередь, поговорите с ним. Потом немножечко, наверное, стоит повременить с переездом к нему. Ну, при этом не говорить ему о том, что вы передунули, а, например, просто пригласить провести время вместе, скажем, ну, там, не входные, да, которых вроде как два, а больше времени. То есть, чтобы, так сказать, ощутить, какого с ним в быту. Вот у меня откладывается ощущение, что за выходные этого подсчитывать вы не смогли. Да и невозможно этого подсчитывать за выходные. А это нужно, чтобы понимать, что это за человек. Чтобы он не преподносил вам таких сюрприз. Ну, и в заключение, мне бы хотелось сказать самую очевидную, самую вероятную, на мой взгляд, причину. Это такая причина, что, поскольку мужчина начал вести себя так странно только после того, как вы сказали, что приедете к нему, то есть дали свое согласие. Ну, значит, возможно, он подсчитывал, что вас завоевал, и что вы никуда не денетесь, что вы сами, по сути, идете к нему, а значит, можно проявлять, не всегда можно проявлять свою нежность по отношению к вам. Вообще говоря, если это да, то признак очень плохой, потому что, когда вы к нему приедете, то, вообще говоря, ситуация может усугубиться. И не очень понятно, почему вы к нему приезжаете, а не он к вам. Точно, знаете ли, такой вроде бы мелочь, но, тем не менее, мелочи достаточно тревожные. Как правило, обычно мужчина перебирается к женщине, а не женщина к мужчине. Все-таки мужчина кочевный. Но это уже зависит от каждой конкретной ситуации. В современном мире подобные традиции отходят на второй план, я это допускаю, поэтому предлагаю вам просто, ну, так сказать, не сбрасывать это со счетов окончательно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Нанилаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...